Приветствую вас, я постараюсь отталкиваться от той информации, которую вы предоставили, дабы свести к минимуму вероятность возможных ошибок. Молодой человек очень сильно о вас заботится, всячески вас оберегает, проводит с вами много времени, помогает вам, ну и так далее, так далее, так далее. При этом он не очень явно изъявляет желание выступить с вами в отношениях. Отсюда не сложно, в общем-то, догадаться, что мужчина, скорее всего, не уверен в себе. То есть у него присутствует вот эта вот неуверенность в себе, которая, с одной стороны, позволяет ему быть с вами другом, быть вам поддержкой, быть вам опорой, быть вам, ну как вот коллега с коллегой написала, братом и так далее. Но, с другой стороны, эта неуверенность полагает мужчину на что? За то, чтобы он, во-первых, пытался вам найти парня, то есть вроде как хотел бы вас там познакомить, да, с кем-то этот мужчин. Потому что сам он, возможно, считает, что недостаточно хорош для вас и так далее. И получается такая ситуация, что, с одной стороны, мужчина вроде как хочет быть с вами, вроде как проявляет к вам знаки внимания и прочее. Но, с другой стороны, мужчина, опять же, недостаточно это делает для того, чтобы быть вашим парнем. И дело здесь не только в моем, например, или в вашем восприятии. Объективно по тексту этого мало. То есть того, что он делает для вас, достаточно, чтобы быть другом, другом хорошим, но недостаточно для того, чтобы быть мужчин. И в силу того, что вы пишете, что он отговаривает меня от общения с парнем, он хочет, чтобы вы, скорее всего, сами сделали по отношению к нему шаги навстречу. Мол, вот я буду для тебя делать все, как думает мужчина, а ты, ну, то есть вы, просто-напросто дай мне понять, что, в общем, хочешь быть со мной и, значит, будь со мной. Вот то, что мужчине нужно от вас. И весь вопрос заключается в том, нравится ли вам такая ситуация или нет. Могу, значит, предположить, могу предположить, что вам это не очень нравится. То есть вы вроде как чувствуете симпатию молодого человека. Но, с другой стороны, понимаете, что, вообще говоря, отношений между вами нет. И, к сожалению, к сожалению, здесь у вас не особо много выбора в том, что делать дальше. То есть вы-то нас спрашиваете о чем? Каково его отношение к вам? Его отношение к вам больше, чем дружеское. Это определенный факт. По крайней мере, вот исходя из того, что вы написали, это, ну, совершенно очевидно. Очевидно, что мужчина не воспринимает вас только как друга. Там, хотя, слишком много для вас всего делает, и его поведение, оно совершенно однозначно. Но, его неуверенность в себе не позволяет ему же, не позволяет ему же. Ну, собственно говоря, завершить какие-то шаги по отношению к вам. Серьезные шаги по отношению к вам, я имею в виду. И вот, в данном аспекте можно говорить только о том, что вы будете делать с этим. То есть, выбор у вас, на самом деле, такой. Либо вы сами делаете инициативу, проявляете инициативу к молодому человеку. То есть, сами как-то вот делаете первый шаг к нему, с тем, чтобы показать им, что вы хотите быть именно с ним, и что вам, кроме него, никто не нужен, дабы он, наконец, как-то, ну, хотя бы попытался преодолеть свою неуверенность в себе. Либо вы, напротив, как бы, отдаляете от него и начинаете активно общаться с другими мужчинами, чтобы показать ему, что он может вас потерять, допустим. Здесь все зависит от вас. То есть, вот, чего вы хотите, как вы будете, как вы видите свое поведение, вот так, я думаю, вы будете поступать. То есть, рекомендовать вам какую-то одну линию поведения, рекомендовать вам, как конкретно поступать, я бы не стал, потому что, ну, это было бы не этичное с точки зрения профессиональной этики. Но, если вдруг вы решите проявлять инициативу к мужчине самостоятельно, да, то есть, если вы решите все-таки проявить к нему инициативу, безусловно, это ваше право. Ваше право проявлять к нему инициативу и делать то, что вы хотите, но сразу тогда давайте как-то определимся с тем, что будет дальше. Что это значит? Дальше. Значит, если вы проявляете инициативу, будет ли эта инициатива проявлена один раз, например, с вашей стороны? После чего вы предоставите мужчине возможность проявлять инициативу к вам? Или вы будете проявлять инициативу постоянно, все время? Почему я вам об этом говорю? Потому что, если вы решите проявлять инициативу, если вы решите действовать, словно говоря, то, если вы решите действовать, то очень важно, чтобы вы понимали границу своих действий. Чтобы вы понимали, чего хотите вы от того, что вы делаете. И что вы получаете в итоге, чтобы не было жертвенности в вашем поведении. Ибо если она будет, то ничем хорошим это не закончится. Потому что либо вы будете реагированы в мужчине, либо мужчина просто-напросто будет все время ожидать от вас, что вы будете там проявлять инициативу. На самом деле, я очень надеюсь, что вы понимаете, что, ну, как бы, и то, и другое плохо. И вот, чтобы избежать этих моментов, я вам и стараюсь все это донести и объяснить. На этом, в принципе, можно закончить. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Желаю вам всего доброго и удачи.